Это молодая девушка. Я хочу, чтобы вы это чётко услышали. Она зарегистрировала лично более 4600 человек. Лично. Кроме того, она лично зарегистрировала более 25 тысяч клиентов. Лично. Сама. В её команде более полумиллиона человек. И знаете что? Эта молодая девушка получает более 1 миллиона долларов в месяц в сетевом бизнесе. Это подтверждение её успеха. Сейчас она проведёт вам обучение. Она проведёт для вас 15-минутный мастер-класс «Как стать мастером завершения сделок». Сторми Беллингтон, передаю тебе слово. Здорово, здорово. Я очень рада, что сегодня могу выступать перед вами. Мечты действительно сбываются. Я мечтала выступить в таком месте с такими замечательными людьми. Я очень благодарна, что могу сделать свой вклад в развитие индустрии, которая кардинально изменила мою жизнь. У меня 15 минут, и я хочу сделать всё, чтобы этот тренинг максимально был полезным для вас. И я хочу вам сказать, что в первый год в сетевом бизнесе я просто присматривалась. И что я сейчас хочу вам передать то, что я осознала за мои 12 лет развития в бизнесе. И это то, что вам нужно быть голодным. Вам нужно быть очень-очень-очень-очень голодным. Для того, чтобы вам вывести вашу жизнь на новый уровень, вам нужно понять, что вы именно в бизнесе. Вы в этом бизнесе. Вы не можете просто смотреть на других людей и радоваться их успехам. Вам нужно осознать, какой именно вы можете здесь сделать результат. Я помню много лет назад, 12 лет назад, я помню, как я пришла в эту индустрию и не чувствовала, что я являюсь частью этого бизнеса. Я смотрела по сторонам и я видела множество людей, кавказской национальности, много людей азиатских, много латиноамериканцев. Но я не могла понять, как мне, темнокожей девушке, здесь преуспеть и что здесь для меня. Я абсолютно этого не понимала. Я точно это помню. И я помню, как я смотрела по сторонам и сказала себе, подожди, здесь есть много людей, каждый со своим опытом. И если они могут здесь делать бизнес, я тоже это могу. И я сделала одну маленькую вещь, осознала мелочь. Это мелочь, но запишите это. Первое, что нужно сделать, это узнать и изучить. Изучите вашу компанию. Вам нужно узнать, что делают люди, которые зарабатывают самые большие деньги в вашем бизнесе. Что они делают, чтобы зарабатывать самые большие деньги. Я увидела, что большинство людей делают очень много разных действий, которые на самом деле не ведут к результату. Они стараются делать хорошие фото, какие-то красивые посты писать в соцсетях, но не применяют действительно то, что на самом деле ведет к результату то, что работает. Поэтому ваша задача узнать, кто зарабатывает самые большие деньги в вашем бизнесе. Вам нужно понять, почему эти люди зарабатывают самые большие деньги. И одна из ключевых вещей, которые я узнала, что в этом бизнесе абсолютно нормально копировать. Одна из моих любимых книг – это наука, как стать богатым. И в ней говорится, что успех – это результат выполнения определенной последовательности действий. И это означает, что в вашей компании есть определенный путь достижения успеха. Окей, еще раз. Подключитесь к тому, кто зарабатывает самые большие деньги. Будьте благодарны этим топ-лидерам. Не завидуйте топ-лидерам. Ни в коем случае не думайте, он зарабатывает деньги, потому что у него есть машина. Они зарабатывают, потому что им повезло, или еще почему-то. Нет, вам нужно перепроектировать ваш бизнес. Вам нужно вернуться назад, остановиться и посмотреть на них, когда они еще не были топ-лидерами. И когда не останавливайтесь в развитии. Дальше. Я хочу поделиться с вами небольшим секретом. Вам нужно быть современным. Технологии, соцсети, инстаграм – это все вам нужно. Что нужно для инстаграма? Быть максимально настоящим. Для фейсбука нужно быть максимально настоящим. Люди хотят видеть вашу личность, вас. Люди не хотят видеть картинки. Люди хотят узнать, есть ли у вас дети, кто ваши дети. Вы мама или вы папа, или вы заботитесь о своей бабушке. То есть миру интересны вы. Поэтому вторая часть, второй шаг. После того, как я изучила, я применяю. Второй шаг – это реализация, применение. Это очевидно. Берите то, что вы узнали, и приведите это в действие. И одно, что я узнала, что я заметила в людях, они хотят знать, кто вы. Люди хотят иметь дело с людьми, с которыми у них выстраивается коннект, выстраивается отношение. Запомните. Они могут не знать вас, но они видят, что вы выкладываете в социальные сети. Поэтому покажите больше вашей реальной жизни. Расскажите о ваших недостатках. Не старайтесь быть идеальными. Не будьте постоянно идеальным в социальных сетях. Показывайте тоже свои неудачи. Расскажите, откуда вы. Расскажите, что заставило вас прийти в этой индустрии. Расскажите, почему вы здесь. И еще кое-что о применении знаний. Это касается последовательности. Вам нужно учиться быть последовательным, постоянным изо дня в день. Реализуйте свои знания. Я хочу, чтобы вы это записали. Для лидера скорость реализации влияет на групповой, на командный импульс. Многие из вас получили уже достаточно знаний, и вам уже нужно начинать действовать. Если вы сейчас не начнете применять знания, которые вы уже получили, вы всегда будете отдалять свой результат. Скорость применения знаний создает групповой импульс. Вам не нужно стараться узнать все и от всех. Вам достаточно тех знаний, которые вы получаете от нужных людей. И сейчас я хочу, чтобы вы знали, что хотя я зарабатываю 7-значные суммы в месяц, у меня в организации 550 тысяч человек, в которых 31 семья имеет статус миллионеров, у меня все равно продолжает быть чувство голода. Я голодна к новым достижениям. Моя цель – это 5 миллионов долларов в месяц. И вам нужно это понимать. Вам нужно продолжать регистрировать, 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 пока вы не найдете свой бриллиант. Это часть применения знаний. Часть изучения – это то, что вы никогда не должны останавливаться в регистрации новых людей. Не влюбляйтесь в свою команду. Я прошу прощения, что, возможно, так выражаюсь, но любите их, но не залюбливайте, не влюбляйтесь в них. Потому что если они остановятся, или кто-то остановится, или кто-то уйдет из вашей команды, вы останетесь с разбитым сердцем. Поэтому я хочу вас направить, вас поддержать. Всегда оставайтесь в состоянии новичка в вашем бизнесе. Кто-то из вас также работает, возможно, в сфере wellness, но вы выглядите так, как будто работаете в сфере IT. Некоторые из вас, наоборот, работают в сфере IT, но вы выглядите так, как будто работаете в wellness индустрии. Но во всем должно быть соответствие. Я вас призываю обратить внимание на то, что вы продаете. Определите, какой продукт вы продвигаете, и представляйте именно этот продукт. Вы не можете продвигать мечту так же, как продвигать ночной кошмар. Это выглядит по-разному. И следующий шаг – это корректировка, это исправление. Иногда вам нужно корректировать то, что вы узнали, но не вносите слишком много исправлений. Если вы готовите любимый пирог вашей бабушки, и она готовит по рецепту, и по этому рецепту вам нужно добавлять 3 ложки сахара, а вы добавите 2,5 ложки, то в результате это будет неправильно, будет недостаточно сладкий пирог. Однако, если ваша бабушка готовит с обычным сахаром, сейчас вы уже знаете в современном мире, что можно добавить лучший сорт сахара. Вы можете использовать, например, тростниковый сахар, вы можете использовать коричневый сахар. Не стоит трогать само зерно, саму суть. Еще раз, этот топ-лидер говорит, я регистрирую 10 человек, и значит, это ваша цель – сравняться с топ-лидером, и вам нужно начать регистрировать по 10 человек. И вы говорите себе, если она это может, если она это говорит, значит, я тоже буду регистрировать 10 человек. Не надо говорить, о, конечно, я не смогу регистрировать 10 человек, конечно, она может себе регистрировать 10 человек, а я не могу столько регистрировать. Вы можете. Хватит считать себя неудачником, хватит думать, что это невозможно для вас. Начните мыслить масштабней. Прямо сейчас начните верить, что у вас получится. Это часть процесса корректировки. Начните говорить, я знаю, я могу. Я становлюсь человеком, на которого всегда будут равняться. Я становлюсь лидером. Я буду обучаться у лидеров. Я буду применять то, что говорят лидеры. Меня зовут Такта и я из такого города. Возможно, у меня не было ребенка, когда мне было 15 лет. Возможно, у меня своя история. Возможно, я не работала или работала танцовщицей для того, чтобы привлекать людей в кафе, например. Или я никогда не воровала из магазина, но у меня есть своя персональная история. Возможно, я пострадала от сексуального домогательства. И поэтому мои видео и мои сообщения нацелены именно на тех женщин или мужчин, у которых схожи ситуации со мной. Часть процесса развития вашего бизнеса – это обращение, общение с вашими потенциальными партнерами. Перестаньте обращаться ко всем подряд. Не надо стоять и, как из рупора, всем кричать. Если у вас опыт работы в корпорации, своя история, и вы увлечены, вы голодны, и вы хотите выбраться из корпоративного мира, где вы работаете – это и есть ваша сейчас история. И вам нужно рассказывать свою историю людям таким же, как и вы. И они будут вам благодарны за вашу историю. Потому что есть такие же мужчины и такие же женщины, как и вы, которые попадут в мир сетевого бизнеса, если вы перестанете стараться быть Эриком или еще каким-то лидером, если вы перестанете стараться быть кем-то другим и не самим собой. Будьте искренними в вашей истории. Рассказывайте свою историю. Сделайте свою историю инструментом развития вашего бизнеса и для регистрации большого количества людей. Есть множество людей в такой же ситуации, в которой были и вы. Вот об этом вам и нужно писать посты. Об этом нужно говорить. Перестаньте обращаться ко всем подряд. Если вы не работаете в компании, в которой есть обязательное требование одевать костюм, перестаньте одеваться в костюм. Это не соответствует вашему образу. Люди видят, что вы как бы мошенничаете. Картинка не соответствует вашей истории. Рассказывайте свою историю. Пусть мир узнает о вас правду. Пусть мир узнает, откуда вы. Пусть люди узнают о печальном вашем опыте, что вы пережили. Плохой или хороший опыт – это вообще не важно. Все, что нужно понять – это то, что вам нужно найти таких же людей, каким являетесь вы. Вы ищете таких же людей. Есть множество людей, которым я не нравлюсь. Им не нравится мой стиль, как я одеваюсь, кто-то думает, что я слишком громко говорю, что у меня слишком темный цвет кожи. Но я не обращаюсь к ним и я вообще не собираюсь вас регистрировать и мне все равно, что я вам не нравлюсь. Я не хочу регистрировать и подписывать вас в мой бизнес. Вы не мой тип людей. Начните контактировать с людьми такого же типа, как и вы. Начните действовать по-другому. Измените правила вашей игры. Поработайте над вашей уверенностью в себе. Что вы теперь знаете, что есть такая же женщина с такой же ситуацией в жизни и которой нужно услышать вашу историю и узнать о возможности сетевого бизнеса. Есть в мире такой же мужчина, как и вы, которому нужно услышать вашу историю. Может он также, как и вы, сам воспитывает ребенка. Или он муж и несет полную ответственность за благополучие своей семьи. То, что вам нужно понять, мы с вами показываем людям и мы с вами создаем такое сообщество людей. Например, мы, я со своей группой, мы проводим совместные медитации, мы проговариваем аффирмации и после этого мы продаем продукты компании. Мы это наш разум, дух и наше тело. И нужно понять, что сначала мы работаем с разумом, телом, духом и только после этого идут деньги. Говорите честно. Да, я, честно говоря, никогда не подписывала людей, никогда не регистрировала. Будьте честными. И сейчас я делюсь с вами предложением, которое у меня есть. И я искренне делюсь с теми результатами, которые я получаю от продуктов моей компании. Я рассказываю абсолютно честно обо всех бизнесах, которые я развивала, потому что я не, это не первая моя попытка в бизнесе. Тот бизнес, который я развиваю сейчас, я развиваю 6 лет. Вы понимаете идею? Какие ваши, да, это так, да, вот согласитесь с этим, со своей историей. Вы продолжаете двигаться дальше, вы продолжаете расти, вы продолжаете показывать себя как личность, вы продолжаете пользоваться продуктами вашей компании, вы показываете людям, как это помогает вам трансформировать вашу жизнь. Обращайтесь именно к вашим людям. Перестаньте обращаться ко всем подряд, это очень важно понять. На некоторых презентациях нашей компании, да, мы чувствуем себя не совсем комфортно, находясь со своей историей. Как раз поэтому и нужно обучаться у лучших, чтобы становиться лучшим. Я хочу, чтобы вы поняли, если я смогла это сделать, и вы сможете это тоже сделать. Каждый участник встречи, каждый тренер, мы все начинали с самого начала. Но вам нужно понять еще одну вещь. Что ищет ваша целевая аудитория? Что они ищут? Они хотят прочувствовать то, что у них есть сообщество единомышленников, они ищут слова поддержки, одобрения от кого-то. Я поделюсь с вами то, что я поняла. Сейчас я вам поделюсь, но вы только никому не рассказывайте. Вы получите больший результат, действуя через пряник. Перестаньте ругать свою команду, перестаньте их ругать и проявлять агрессию. Да, им нужно прочувствовать дискомфорт, пройти свои уроки. А если заглянуть каждому вовнутрь и посмотреть, что он прячет у себя за спиной, мы увидим, что каждый хочет, чтобы ему сказали что-то хорошее. Именно поэтому ваша команда к вам и притягивается. Да, послушайте, это именно так. Итак, мы с вами прошли уже три пункта. Вам нужно узнать, применить, изменить под себя и дальше обучить. Как только у вас появился новый участник в команде, вам нужно переходить к обучению. Обучайте свою команду. И то, что вам нужно понять, они смотрят на вас. Очень часто вы слишком многое говорите. То есть вам нужно быть человеком, которым вы являетесь сейчас, но видеть себя уже на другом уровне. Никогда не позволяйте вашим воспоминаниям быть больше, значимее, чем ваши мечты. У вас больше не должно быть оправданий. Потому что единственное, почему вы не станете мастером завершения сделок, это оправдание. Вы получаете информацию от самых лучших. Потом применяете, потом корректируете под себя, обучаете других. Давайте отметим рост нашей индустрии прямых продаж. Потому что вы начнете привлекать большее количество людей, таких же, как и вы. Потому что вы больше не будете стараться быть таким же, как кто-то другой. Вы будете собой. И я хотела бы завершить на этом свое выступление. Но я хочу рассказать вам секрет, который я узнала. Я старалась быть и работать, как кто-то другой. Я одевалась, как другие люди. И честно говоря, внутри я постоянно чувствовала, о боже, кто эта женщина? Это точно не я. Я не чувствовала себя собой. Но я скажу, как почувствовать абсолютную свободу. Станьте собой. Но при этом продолжайте развиваться и расти. Вы нужны нашей индустрии. И нам нужна именно ваша история. Мы хотим знать именно вашу настоящую историю. Если вы пришли в этот бизнес, потому что вам нужны деньги. Потому что вы инженер. И вы не можете зарабатывать достаточно денег в своей профессии. Потому что у вас отклоняются платежи. Вам не хватает денег. Вам нужно заботиться о новых членах своей семьи. И теперь у вас возросли расходы. Вам нужно больше денег. Расскажите правду эту людям. Но суть в том, станьте человеком, которого вы видите на вершине структуры. И не останавливайтесь, в какой бы компании вы не работали. Включитесь на 100% на один год. И через год посмотрите на результат. И держите курс на топ-лидера. Поставьте цель достичь максимальных финансовых результатов и действуйте как топ-лидер. Работайте с уважением и к вашим вышестоящим лидерам. Будьте благодарны вашей компании. И я уверяю вас, если каждый из нас будет с уважением относиться к другим компаниям, не унижать возможности других компаний, других вышестоящих лидеров, продукты других компаний, мы вместе столкимся и превознесем нашу индустрию. И больше людей будут с уважением к нам относиться. Больше людей будут относиться к нам с уважением. И это моя цель. Поэтому, друзья, если вам откликается то, что я говорю, если вы готовы перейти на следующий уровень, если вы готовы к переменам, я предлагаю вам поставить огонечки в чат, в комментарии, какие-то другие смайлики. Напишите то, что вы считаете нужным, потому что мы сейчас с вами как раз находимся на стадии перехода на новый уровень. Спасибо.